Массовые отравления детей и женщин на Северном Кавказе не расследуются. В Чечне в декабре 2005 года произошло отравление учеников сразу нескольких школ. Двумя месяцами позже подобный инцидент произошел в Ингушетии. Центральные власти запретили дальнейшее исследование причин массового отравления, а детей назвали симулянтами. Чем же на самом деле заболели подростки из Чечни и Ингушетии, и почему среди них преобладали девочки? Звер Мчелешвили продолжит тему. Зверд. Добрый вечер. Перед началом сюжета позволю себе отметить. Отравление чеченских и ингушетских детей было одной из последних больших работ известной журналистской правозащитницы Анны Политковской, которую убили в октябре 2006 года. На жутких кадрах чеченские и ингушетские дети после массового отравления неизвестным химическим веществом. Это произошло несколько лет назад. Жертвами интоксикации стали более ста детей и подростков. Ноги не излечились полностью до сих пор. Я пришла в школу, и мне там стало очень плохо. И у меня... Ну, там был мой брат, он посадил меня в машину, я даже ничего не понял. Первые случаи отравления были зафиксированы в ряде школ Шелковского района Чечни в конце 2005 года. Вскоре после начала учебного года более 90 учеников средних и старших классов почувствовали себя плохо. У детей наблюдались судорожные припадки, а не менее конечности, головные боли, тошнота, рвота, удушья, кратковременные потери сознания. Вначале врачи посчитали отравление пищевым, однако состояние заболевших ухудшалось, и врачи пришли к выводу, детей отравили умышленно. Они сейчас не могут стоять на ногах, и тени не могут, слабость выраженная. В промежутках облегчение, что-то прокапали. Да, я туда зашла, и у меня осталось колорак уже. Почему? Ну да, там какой-то запах был, его даже нельзя было описать вообще. Правда неясно, кому нужно было отравлять чеченских детей. Мать одной из пострадавших девочек, Амината Ливы, связывает несчастный случай с ремонтом, который незадолго до этого провели в школе российские солдаты. Каникулы были летние, дети отдыхали, а в школе, под предлогом того, что охраняют село, военные российские войска, они там остановились, в этой школе были. Там провели ремонт, как обычно, перед школой косметической. Тогда у нас школа еще дряхлая была, старенькая. Там побелили, покрасили, и даже мы думали, может, эта краска так действует на детей. Двумя месяцами позже подобный инцидент произошел в Ингушетии. В городе Назране в республиканском училище с жертвами отравления от неизвестных химических веществ стали около 20 подростков. Случай Назране напрямую связан с одним любопытным фактом. Незадолго до известного события в училище ворвались бойцы спецназа ФСБ и уложили на пол всех учеников и преподавателей. Отряд спецназа пробыл в здании около пяти часов. Причина налета так и осталась невыясненной. В правоохранительных органах республики отказались давать комментарии. Через два дня дети, находившиеся в момент спецоперации в училище, попали в больницы города с теми же симптомами, что и подростки в Чечне. Может показаться странным, и в Чечне и в Ингушетии с жертвами интоксикации становились в основном девочки. Репродуктивная система вполне может быть нарушена, если на организм было оказано воздействие какими-либо химическими или биологическими веществами. После этого девушки не смогут рожать, а если и родят, то плод будет недоразвитым. Доказательств того, что целью массового отравления чеченских и ингушских детей являлось прекращение репродуктивной функции, нет. Но все больше врачей Чечни и Ингушетии приходят к этому выводу. У медиков из Северокавказских республик особое возмущение вызывает цинизм высших властей специалистов из России. То состояние, которое пережили пострадавшие дети, российские врачи характеризовали как массовый психоз с хорошо поставленной симуляцией. Тогда больных чеченских и ингушских девочек назвали актрисами. Случаи воздействия химического оружия на репродуктивную функцию обсуждались в российской прессе не раз. Разнообразные виды современного химического оружия позволяют оказывать пагубное влияние на различные органы и не лишать при этом человека жизни. Такие случаи вообще-то бывали. Конечно, в мире, мировая практика знает такие случаи. Например, позапрошлом году в аргейстанских мечетях распространился слух по поводу того, что в российской армии ребята, которые там служат, их специально кормят такой едой, чтобы они в дальнейшем не размнаждались. Насколько это верно, я не знаю. Но такая информация послужила поводом для пункта в одних из своих полков, которые расположены на Дальнем Востоке. По словам чеченских врачей, случай с массовым химическим отравлением не первый. Летом 2000 года в селении Старой Атаги жители услышали два хлопка. В результате на том месте образовался серебристый фиолетовый столб дыма. Отравились 23 человека. Симптомы, на удивление, похожи на те, которые наблюдались позже у пострадавших детей. Случай в Старых Атагах закончился более плачевно. Три человека скончались. Спустя несколько лет после массового отравления, одной из девушек все-таки удалось сродить ребенка. Правда, ребенок родился с патологиями несовместимыми с жизнью. Буквально спустя несколько дней ребенок скончался. На этом у меня все. Екатерина. Спасибо, Звиат. Я напомню, это был Звиат Чадлишвили о необычном отравлении в Чечне и Ингушетии. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова